В сегодняшней взрослой части я на самом деле не буду вам раскрывать какие-то малоизвестные детали или ссылаться на научные изыскания по поводу поэма Гомера. Я хочу поделиться с вами своим личным восприятием. Пока я готовил эти детские лекции, я честно перечитал источники. Перечитал Илиаду, перечитал Одиссею, перечитал Органактику Аполлония Родосского, которые будут посвящены, соответственно, последние две лекции про органавтов. И вы знаете, что я понял? Я понял, что действительно все главные сюжеты, все ходы европейской литературы, все ее мотивы, они как бы в свернутом, в таком зародышевом виде в этих поэмах содержатся. Вся дальнейшая история европейской литературы – это просто их раскрытие, разворачивание. Действительно, античная литература – это исток. Но при этом из вот этих трех поэм мне больше всего нравится Одиссея. И я сейчас объясню, почему. Давайте вдумаемся, а о чем эти поэмы? Вот стержень, главный мотив какой? В Илиаде, на мой взгляд, главный мотив – это безумие, абсурд и бессилие человека. Ведь смотрите, все эти великие герои, все эти храбрецы, которые не боятся бросать вызов даже самим богам, они ведь все в итоге все равно погибают. Несмотря на свою силу, несмотря на свое мужество. Погибает храбрый Гектор, но и храбрый Ахилл, убивший его, тоже погибает от руки Париса. А Парис погибает во время взятия Троя. И Кассандра, и Андромаха становятся рабынями, и Троя сгорает. И те немногие герои, которые возвращаются обратно в Грецию, кто-то погибает по пути, кто-то становится жертвой заговорщиков уже у себя дома, как Агамемнон, например. Единственный человек, который в итоге благополучно возвращается, это Менелай, как раз-таки муж Елены. Все остальные приносят свою жизнь в жертву этой войне. Причем, если вспомнить, из-за чего война разгорелась, то, фу, стыдно сказать. Люди не властны над судьбой, даже герои. Они действуют вслепую на ощупь, как котята. И вот этот хаос жизни, непредсказуемый, неконтролируемый, он все равно перемелет их судьбы. С этим ничего не поделаешь. И этот мотив в европейской литературе будет возникать часто. На этом фоне органавтика, конечно, бесконечно более оптимистичная вещь. О чем органавтика? Я бы сказал, что это тоже вечный мотив. Органавтика – это о погоне за счастьем. Это о романтике героического порыва. Это об отваге и решимости. Это о готовности встать и отправиться, куда глаза глядят, за 3-9 земель, за горизонт, на самую границу тьмы. И вернуться оттуда с маленьким кусочком солнышка в руках, с золотым руном, с сокровищем. Органавтика – это об отваге, о готовности взять на себя риск. Есть такой хороший фильм, ну, по крайней мере, мне он нравится, «В погоне за счастьем». Фильм снят не так давно, то есть между ним и органавтикой больше двух тысяч лет, но на самом деле они о том же самом. Они о том, что я здесь, а счастье там. И между нами расстояние опасности, чудовище. Найду ли я в себя мужество для того, чтобы отправиться отсюда туда? Если найду, то у меня есть шанс поймать счастье, схватить птицу удачи за ее золоченый хвост. Если не найду, так мне и надо, наверное. Удачу любит смелых, как известно. Вот органавтика об этом. И опять-таки этот мотив будет появляться раз за разом, раз за разом еще один пример, который мне приходит в голову. Есть знаменитая пьеса «Смерть Камилуэйжора» Юджина Унила. Классика американской литературы. И в этой пьесе рефреном возникает вот эта история брата того самого Камилуэйжора, который в молодости ушел в джунгли и вернулся оттуда богачом. Что там в джунглях произошло, неизвестно. Но мотив тот же самый. Человек погружается во тьму, побеждает там чудовищ, добывает свою удачу и возвращается уже другим. Итак, погоня за счастьем. А вот Одиссея, она о чем-то гораздо более понятном, близком и человеческом. Если главный движущий мотив Ильиады – это ненависть и жажда мести, если главный движущий мотив органавтики – это погоня за богатством, то главный движущий мотив Одиссея – это любовь. Причем любовь не возвышенная, не героическая. Любовь очень простая, очень человеческая, очень, я бы сказал, нежная и трогательная. Любовь Одиссея к своей жене и к своему сыну. Причем интересно, что сам-то Одиссея об этой любви говорит очень мало. И это правильно, это органично. Но Одиссея – суровый воин. Было бы странно нам из его уст слышать вот эти вот сентиментальные разглагольствования о том, как он скучает по жене и сыну. Не его это дело – излагать подобное. По крайней мере, излагать в открытую. Но при этом есть несколько эпизодов в Одиссея, которые дают нам почувствовать всю глубину и всю силу того чувства, которая гонит Одиссея домой, которая не дает ему нигде задержаться. В самом начале поэмы описывается пребывание Одиссея на острове Нимфа по имени Калипсо. Нимфа – это влюбляется в Одиссея. Вот, понимаете, везет ему, в него там постоянно влюбляется кто-то. И она предлагает ему с ней остаться. Она предлагает ему счастливую жизнь, бессмертие, себя. А Одиссей не хочет. Он хочет домой. И Калипсо в какой-то момент говорит ему Одиссей, «Ну а что ты рвешься к своей Пенелопе? Посмотри на меня! Я богиня! Я ведь прекраснее Пенелопы!» И Одиссей говорит, «Да, ты прекраснее Пенелопы!» И, кстати говоря, на секундочку прерывая речь Одиссея, предлагаю вам задуматься. Смотрите, Краянская война продолжалась 10 лет. Плюс, как минимум, год Одиссей плывет домой. То есть Пенелопу он не видел минимум 11 лет. Логично. Дальше. В то время, которое описывается в поэме, его сын Телемак входит в пору мужества. То есть он вот становится мужчиной. Это означает, что сколько Телемаку? Ну, минимум 15. С учетом того, что да, тогда люди и взрослели раньше, и старели раньше, ну, 15, не меньше, скорее, наверное, там, 17-18. Дальше. Во сколько Пенелопа могла родить Телемака? Ну, да, опять же, тогда браки зачастую были ранними, но не меньше 15 тоже, я думаю. Это означает, что в то время, когда вот Одиссей возвращается домой, Пенелопе, которую он не видел 10 лет, минимум 30, скорее 35. И мы понимаем с вами, что, опять-таки, в то время, когда жизнь была значительно короче, 35, ну, это уже прилично. А 35 для женщины, которая 10 лет провела в разлуке с мужем, на которой лежало в это время все хозяйство, это общение с назойливыми женихами, которые, если помните, не дают ей покоя, все эти горести, тревоги, беды, они же оставляют следы на человеке. То есть Пенелопа, даже если она была очень красива, когда Одиссей с ней расставался, сейчас уже красотой, наверное, прельстить не может. А ведь не будем забывать, что, если мы посмотрим на другие поэмы Гомера, то там в основном отношение к женщине довольно циничное. Это то, это та самая объективизация, о которой сейчас так много говорят. В то время женщина – это предмет, имущество, объект обладания, и ценится она в первую очередь за красоту. Красивая рабыня или красивая жена ценны примерно по одной и той же причине. И Одиссей не может этого не понимать. Даже Пенелопа в расцвете своей юности вряд ли могла бы состязаться с богиней Калипсо. Пенелопа вот в тот момент точно не может с ней состязаться. И более того, Одиссей – человек. Человек не слепой. И то, что Калипсо хороша, это он прекрасно видит. Потому что Гомер указывает на то, что перед тем, как все-таки выпросить у нее позволение покинуть ее остров, он на прекрасно украшенном ложе ночь с ней проводит. Ну, глупо отказываются, когда такое предлагают. Но ночь-то он с ней проводит, но домой-то он все-таки уплывает. А почему? А потому что жена. И потому что сын. И Одиссей об этом Калипсо говорит. Очень кратко, без сентиментов, без риторических приукрашений. Он просто говорит, я хочу увидеть жену. Я хочу к своей семье. Пенелопа не может равняться с тобой красотой. Но ты не Пенелопа. Ты не моя жена. Ты не та, с которой я провел полжизни. Она там, к ней. И вот это, повторяюсь, очень глубокое и очень человеческое чувство, именно оно становится главным мотивом, который движет вперед все действия поэмы. Вот это по-настоящему глубокая гуманистичность, если хотите. Это простая и понятная любовь одного уже немолодого человека к другому уже немолодому человеку. Это верность, это верность, это преданность, этот отказ променять родное, близкое существо на более выгодные жизненные условия. Вот это меня действительно вдохновляет. И то, что такая способность человека эту преданность сохранять и преодолевать препятствия, и переворачивать вверх дном полмира в попытках вернуться все-таки домой к своей семье, к своей жене, к своему сыну. Это я нахожу по-настоящему возвышенным. И то, что именно такая поэма оказалась у истока европейской литературы, европейской словесной традиции, это о многом говорит. Ну вот, я признался в любви к поэме Гомера. Надеюсь, что этим восхищением перед ее главным содержанием, перед ее идейным стержнем, я смог заразить и вас. Может быть, даже сподвигну на то, чтобы ее перечитать. Кстати говоря, не самая плохая идея. Попробуйте. Может быть, она и вас так же, как меня, захватит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!